Валерий Валерьевич, пожалуйста, в комментариях сегодняшней игры. Хочется сказать следующий вопрос. Хочется сказать, наверное, хотелось бы лучше всего ответить. Может, Михаил Юрьевич что-нибудь скажет. Мне тоже тяжело дать комментарий к такому матчу, когда в первом тайме очень... Можно сказать, что судьба матча была предрешена во втором тайме. Много очень индивидуальных действий, те, которые не красят, наверное, нашу команду и вообще хоккей. В целом, да, все-таки зрители приходят увидеть хорошую компенсацию. Поэтому такое. Двойственное очень впечатление от первого тайма, от второго тайма. Есть, куда нам расти, есть резерв. Думаю, что в следующем матче будет лучше. Не думаю, увеку. Михаил Юрьевич. Михаил Юрьевич, понятно, что судьба матча была уже в первом тайме. Ну, то есть, в том, что в МВД может быть плохо. А где мы? Ну, а не в Кемерово. Ну, Стас Турышев вышел, да, у нас получается. Мы же тоже какие-то вопросы решаем по ходу матча, да. У нас очень долго команда была в росте, да, две недели. И сборная немножко играла в другой хоккей, нежели в клубе. Поэтому здесь я понимаю, что эмоции, да, и повреждения есть. У нас с Артемом Бондаренко уже более 10 дней фактически сегодня. Просто попросили парня, чтобы он вышел на замену, да, потому что молодежи опять же нет. Юра Шардаков, знаете, да, что не может играть в полную силу. У Макса очень такая неприятная травма, которая тоже не дает им играть в полную силу. То есть, нам результат, с одной стороны, нужен. Мы с другой стороны, хотим, чтобы и зрители на хоккей приходили, чтобы и победы были такие достойные, да, красивые. Но все вот это воедино собрать пока не удается. Потому что, когда часть ребят, да, не выглядит так, как они, ну, привычно-то. Понятно, что другие должны немножко больше на себя брать. Ну, получается так пока, как получается. Ну, то, что победа – это хорошо. Я думаю, что во втором тайме, конечно, должны были сыграть несколько по-другому. Олег Валерьевич, как расцениваете шансы своей команды? Понятно, что сейчас сложно, а отрыв большой, тем не менее. Да, ну да, рождание, как бы, что вас там ждет. Вот по этому поводу, анекдот здесь хороший, да? Надеяться, как бы, на лучшее это или к этому не будет дальше-то. Молодой человек приходит к девушке, берет с собой кирпич, саженец и без презерватива. Я думаю, что, что говорит, как бы, ожидания, чтобы у него оправдались, да? Построю дом, посажу дерево, раз без презерватива, значит, выращу сына. Правильно? То есть, мы все ожидания должны быть чем-то подкреплены. Для того, чтобы попасть и дальше играть, нужно выигрывать. А выигрываемого в этом году, наверное, недостаточно. Пока. У него не теоретически шансы остаются? Да, теоретически, наверное, остаются. Шансы, да, есть? Только, на не забывай, что шансы – это не получка и нюанс. Два раза в месяц с ним не дается. Спасибо.